Я хочу немного рассказать о моем папе Фёдор Петрович Миллер. Он из российских немцев. Его предки приехали в Россию при Екатерине Второй. Когда она получила, так сказать, наследство такой огромную Россию, она поняла, что народу мало, земли много и нужно ее обрабатывать, а некому. И тогда она решила пригласить своих сородичей, потому что она знала, что немцы очень трудолюбивые, очень хорошие земледельцы. Когда они приехали в Россию, один поток пошел на север в сторону Питера, а второй поток пошел на Волгу. Поскольку Волжские берега были очень мало населены, она вот отдала эти земли приезжим немцам. И вот папа мой родился под городом Саратовом, село Байдек, это в 50 километрах от города Саратова. И там они жили до 37 года, пока вот не начались сталинские репрессии и их с воинскими частями, с собаками, с ружьями начали усилять. Вот так целыми составами выкидывали прямо в открытое поле, среди зимы. У них ни вещей не было, вещи не разрешали брать, потому что сколько-то, 5 килограмм, что ли, можно было с собой взять, и все. Инструментов нет, одежды нет. Выселили в поле среди зимы. Как жить? К весне, конечно, там оставались единицы живые, просто единицы, единичные люди живые. В 1905 году началась эпидемия туберкулеза. Тогда еще не знали, что это такое за туберкулез, как с ним бороться. Естественно, никаких вакцин не было. И была очень большая смертность. Умерли родители от туберкулеза. Детей было много, 8 человек. Осталось в живых до взрослого состояния вот только четверо. Три сестры и вот мой папа. Все остальные умерли. И вот в 13 лет он остался полностью, как сказать, без всякой помощи. Родителей нет. Сестры все выходили замуж. У них уже была куча детей. И поэтому ему пришлось думать о своей судьбе самостоятельно. В 13 лет он поехал в город Саратов. На него оказал очень сильное действие вот этот вот мор. И он пошел по всем аптекам наниматься на работу. Стучится в одну дверь. Говорит, вот я хочу работать в аптеке. Возьмите меня, пожалуйста. А у него была собака любимая с собой. Нет, что ты, что ты, что ты. С собакой уходи отсюда, ты нам не нужен. И вот в каждом доме ему вот так отказывали. Но хорошо, что в Саратове было очень много аптек. И в конце концов встретились люди, которые, несмотря на собаку, взяли его в свою семью. У них в своих четверо было своих детей. Ну, примерно такого же возраста. И они к нему относились как к родному. Ему вот повезло в этом плане. Он там научился делать лекарства. Он изучил там все лекарственные растения. Как они действуют. Как надо готовить лекарства. Там перетирал всякие порошки. И в его обязанности еще входило эти готовые лекарства вечером разносить по заказчикам. Кто заказал эти лекарства. Но ведь надо было еще учиться и в гимназии. Он же мечтал стать врачом. А для этого нужно кончить гимназию. И я никак не понимала, как он, работая в аптеке, еще умудрялся ходить в гимназию. Оказывается, он все экзамены в гимназии сдавал экстерном. То есть он ночью или как-то все-таки готовил эти предметы и экстерном сдавал. И учился, и сдавал все прекрасно. Никаких хвостов его не было. Успешно он учился, потому что был очень способным. Поступил в медицинский институт с хорошими очень оценками. И начал учиться. Начал учиться, но на что-то надо было жить. Он уже из этой семьи ушел, из аптеки. Он уже был взрослый. И он устроился лаборантом в какую-то лабораторию Альфа. Таким образом, сам себе на прокорм зарабатывал деньги. Учился в мединституте. Учился отлично. А тут война. Крымская война. Его забрали как рядового, простого рядового на эту войну. Вернулся, слава богу, живым. Через некоторое время была гражданская война с белоказаками. Его тоже забрали. Он тоже там воевал. Потом вернулся, опять начал продолжать учебу. Ну, в конце концов, он окончил медицинский институт с очень хорошими оценками. И уже началась работа. И вот то, что он пережил смерть своей семьи от этого туберкулеза, вся его остальная жизнь врачебная была посвящена инфекции. И именно ТБЦ. Со временем он купил себе рентгеновский аппарат. Это когда уже они с мамой поженились. Когда уже родился мой братик. У него был свой рентгеновский частный кабинет. Он освоил эту специальность. Был прекрасным рентгенологом. Работал и у мамы. Через некоторое время, как они поженились, лет через пять у нее обнаружился туберкулез. К ужасу его. И вот он поехал. Вынуждены они были поехать на курорт, чтобы ее лечить. Там папа устроился врачом, рентгенологом. И несколько лет они жили где-то в горах на курорте. Мама выздоровела. Она тоже окончила медицинский институт. По просьбе папы. Потому что первое образование у нее был сельхозинститут. Она тоже кончила мединститут. И тоже работала врачом. Это был 1939 год. До 1942 года он работал в Кедове. А в 1941 году началась война. Его не забрали в армию. Так он работал до 1942 года. А в 1942 году, как немца, его сразу забрали в ГУЛАГ в Свиярск. В 1942 году он попал в Свиярск. Его там назначили сразу начальником лазарета. Поскольку у него была богатая терапевтическая практика. И как рентгенолог он состоялся тоже. И он уже защитил к тому времени кандидатскую диссертацию. То есть вот так такое сделали ему назначение. Первую партию на свободу выпустили в 1946 году. Вот он и его друзья Беннинг и был еще один друг. Там завелся. Кроме Беннинга. С Беннингом они очень сдружились. И дружили до конца своих дней. Папа ушел раньше, к сожалению. А второй друг тоже на всю оставшуюся жизнь. Он там заприметил молодого человека. Который только что кончил Ленинградскую консерваторию по двум классам. Композиции и фортепиано. И почему-то его там очень не взлюбила Вохра. Не взлюбила, потому что они очень плохо относились к людям интеллигентным. Травили всячески и обзывали, и унижали. И работали, поскольку они строили железную дорогу на морозе, они вот этому молодому человеку никогда не давали даже рукавиц. И ему приходилось таскать рельсы голыми руками на морозе. Но папа понимал, что человек потеряет свою специальность и потеряет профессию, если так будет продолжаться. Мало этого еще. Они его заставляли также ломом на морозе сильным, без рукавиц, колоть на морозе льдом покрытые отхожие места. И еще при этом издевались над ним, что давай-давай, интеллигенция вот такая-то, паршивая-вшивая, давай работай. Ну, в общем, папа вот так присмотрелся к нему. Ему было всего 25 лет. Папа был намного старше. И поэтому он как старший друг, как к сыну к нему относился. Он похлопотал у начальства. И этого молодого человека ему удалось взять к себе в лазарет в качестве санитара. И вот тем самым он спас ему руки. Это был, конечно, такой поступок героический, потому что иначе бы он просто погиб. И вот эта дружба как с Беннингом была до конца жизни, так и вот с этим молодым человеком тоже до конца жизни. И до сих пор наши семьи дружат. Это был Альберт Семенович Лемон, который в мемориале в Свияжске тоже его экспозиция присутствует. Там их трое. Вот мой папа Беннинг и Альберт Семенович Лемон. Понятное дело, что с питанием там было очень и очень тяжело. Настал такой момент, когда очень много было смертей в лазарете. И вот папа пишет к начальству обращение, что очень высокая смертность от истощения. И он просит как-нибудь улучшить питание. Я, говорит, понимаю, что сейчас война, что это тяжело, но хотя бы должна быть растительная белковая пища. Какие-то соевые, гороховые продукты. Белки должны быть, потому что смертность очень высокая. Но и сам он голодал, конечно, естественно. И в Казани тут семья голодала. И вот тут у меня целая папка, посвященная ГУЛАГу, где мама пишет письмо папе. И пишет, дорогой мой, мы получили твою селедочку, маленький кусочек. Это была сказочно вкусная селедка. А на самом деле это был кусочек ржавой селедки, которую вообще-то и съедобной трудно было назвать. Но чтобы его не расстраивать, она вот так вот писала, что селедочка очаровательная. Прямо мечта. И когда вот жены Альберта Семеновича Лемона, вот Беннинга, да, они собирались у нас. И мы их прозвали «Жены декабристов». Это настоящие были «Жены декабристов». Очень ответственные, очень любящие, очень героические. Но ездить в Свиярск можно было по строгому расписанию. Вот такого-то числа только вот эта жена едет. Там в таком-то месяце такой. И, естественно, кто ехал, чья очередь пришла, остальные передавали, что могли, своим. Чтобы эта посланница отдавала остальным то, что посылать жены. Вот так вот они у нас собирались, эти жены декабристов. Все обсуждали, кому что послать. Вот, знаете, приходили очень много писем к начальству ГУЛАГовскому. Умоляли больные, просто умоляли разрешить ему выехать на консультацию. Потому что он был очень хорошим специалистом и прекрасным диагностом. Но его разрешали иногда со скрипом, иногда более просто. Но обязательно с конвоем. То есть ему давали пропуск на определенное количество часов с конвоем, что в такое-то время он должен прибыть обратно вот в этот лагерь. Он, как и Бенинг, который там занимался своими сооружениями, самолетами и прочим, папа мой тоже как-то умудрялся продолжать там работу над своей докторской диссертацией. И иногда ему нужно было выезжать в Казань, чтобы показать свою работу на какую-то предварительную защиту. Его отпускали. Но вот сохранились его пропуски на определенное время, что он может выехать в Казань для защиты докторской диссертации. Папа вернулся в 1946 году. Естественно, он сразу пошел на место своей бывшей работы в Гидуф. А там сказали, извините, ваше место занято. Ищите себе работу. Он тогда пошел на кафедру инфекционных болезней, который заведовал Агафонов этой кафедрой. Очень большой специалист, очень хороший человек. Его сразу туда взяли, сразу взяли на должность доцента. И там он закончил свою диссертацию, подал ее к защите. Агафонов, сын его, Алексей Андреевич, недавно издал книгу, называется «Она избранная». Он там описывает весь медицинский мир того времени. Он сам стал профессором. И там он упоминает о моем папе. Вот что он пишет о папе. Врач-инфекционист Миллер Федор Петрович, переживший высылку и находящийся под пристальным вниманием компетентных органов, работал очень усердно и располагал большими знаниями. Впоследствии также работник высшей школы. Чудеснейший человек и врач от Бога. Субтитры создавал DimaTorzok Аплодисменты Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok